В 1920 году, когда образовалась Чувашская автономная область, одним из первых стал вопрос о состоянии дорог. Более-менее пригодной для использования в тот момент была всего одна – Владимирка или Казанский тракт. Остальные дороги существовали только летом и зимой, в Распутицу их попросту смывало. Но даже таких было слишком мало – общая протяженность всего 480 километров. Чаще всего жители добирались из пункта А в пункт Б, по утоптанным тропинкам, временным колеям или просто через поле. К сожалению, в первые 10 лет существования Чуваши ситуация нисколько не изменилась. В конце 20-х годов правительство республики констатировало плачевное состояние дорожного хозяйства. Деятельность признать неудовлетворительной. Предложить дороделу поставить боевой задачей и выполнить все работы согласно плана 1921 года, приведя в порядок вне всякой очереди тракты государственного значения и во вторую очередь тракты областного значения. Вопрос стоял острый давно, потому что, когда возникла автономия и стал вопрос об обсуждении столицы, ведь обсуждались вопросы помимо Чебоксар, еще и Канаша, тогда еще станция Шехраны, и какое-то время в качестве столицы фигурировал Мариинский посад, поскольку в самих Чебоксарах просто не хватало зданий, где можно разместить учреждения. Оказывалось так, что Чебоксары как столица не связаны дорогами вообще ни с одним населенным пунктом из числа крупных. Не то, что даже уездных центров, но даже волосных центров. А к железнодорожным станциям вообще было не добраться, пока идет распутиться. В итоге вот вопрос, он все-таки стоял остро, и рано или поздно за него надо было браться. И какой-то отправной точкой, наверное, стал вопрос, когда его рассматривали на третьем съезде Совета в 1929 году. Вот он был вынесен в повестку дня как отдельный, и тогда дорожное строительство получило статус одного из приоритетов развития. Потому что проблема уже была действительно реальная. Возможно было просто управлять республикой. Там даже не то, что возможно управлять, технически даже экономические связи было сложно наладить для того, чтобы поднимать хозяйство, которое и разрушено периодом войны, голода и прочих вещей. Это ведь одна из проблем, когда наличное продовольствие, которое разгружалось в 20-е годы на станции Канаш, Шехраны, было невозможно доставить до населенных пунктов, кому оно предназначалось. И в итоге продукты как бы есть в одном месте, куда они прибыли централизованно. А на подводах, на лошадях, на слоях, эти сельчане вынуждены были это вывозить к себе на распределительные пункты. Это тоже не выход из ситуации был. Но все равно приходилось так поступать. Поэтому в 29-м году по итогам решения вот этого третьего съезда, когда дорожный строительство становится одним из приоритетов, он проходит в марте, а уже в мае создается централизованное на уровне Чуваши управление грунтовых и шоссийных дорог и автомобильного транспорта. То есть появляется структура, которая все последующие годы уже координирует работу дорожного хозяйства. Сотрудниками новой структуры стали настоящие специалисты. Первый план развития дорожного хозяйства Чувашия, принятый в 1929 году, совпал с первой пятилеткой. И республика дружно взялась за дело. Здесь сошлись, наверное, интересы сразу нескольких учреждений, сразу нескольких ветвей власти и сразу нескольких вот групп. Здесь и население очень хотело, чтобы все-таки дороги появились. И это, в принципе, в последующем сказалось в плане того, что Чувашия одна из немногих в России, продемонстрировавшая такой огромный процент добровольного участия населения в дорожном строительстве. Когда у нас в отдельные периоды доходило до того, что трудоспособное население, до 90% трудоспособного населения было занято тем или иным способом на дорожном хозяйстве и дорожном строительстве. Кто-то мог заготавливать, кто-то мог уже работать непосредственно как чернорабочие на дорогах, кто-то строил дамбы, кто-то прокладывал лесополосы. И вот поэтому, в принципе, это все совпало с желаниями власть придержащих, которым тоже нужно было для того, чтобы политически связать всю республику в единое целое, а не ждать по неделе, полторы, два какого-то простого рапорта с какого-то уезда или в области для того, чтобы создавать общую картинку. И это совпало с экономическими интересами, когда экономические связи без хороших дорог фактически выстроить невозможно. Нельзя сбрасывать еще со счетов такую составляющую, как идеологическая, потому что советская власть очень жестко выстраивала идеологическую вертикаль сверху вниз, а для того, чтобы отслеживать ситуацию на местах, нужно оперативно отреагировать на те или иные изменения. Даже если возникают какие-то протестные настроения, то должен быть либо агитатор, либо идеологический какой-то сотрудник отправлен, чтобы либо уменьшить накал страстей, либо превратить его из минусов в плюс. Зависит от того, как человек все-таки сориентируется в ситуации. Потому что не надо забывать, что 29-30-е годы – это все-таки период, когда начинается массовая коллективизация. А первое время она проводилась довольно-таки по принципу недобровольности, а добровольно-принудительности для того, чтобы достигнуть большого процента коллективизации сельского хозяйства в целом. Надо отметить, что озабоченная построением идеологической вертикали, власть при этом очень внимательно, буквально поотечески отнеслась к нуждам крестьян. Ведь основную рабочую силу на строительстве дорог составляли именно они. Обязательная отработка только в установленном объеме. Всевозможные недели и месячники не совпадали по времени с пиком сельскохозяйственных работ. Кроме того, рабочим полагался и соцпакет того времени. Для дорожных строителей обеспечивался за счет колхозов, поскольку, когда это шло строительство на территории колхозов, какое-то питание. Рабочих подвозили к строительству этих вещей. Они могли добираться, если это недалеко, своим ходом. Но если это все дорожное строительство уходит дальше, то колхоз, в принципе, должен был обеспечить подвоз своих рабочих к месту. И транспортировку обратно. Колхоз, в том числе, должен был обеспечить возможность для рабочих трудозанятости. Не просто, что они приехали и вот что-то здесь делают. Но и колхозники одновременно должны были заниматься. Четким, вот была четкая разбивка. Кто-то занимается на лесозаготовках, кто-то занимается добычей камня, кто-то занимается непосредственно дорожным строительством. То есть, вот это четко должно было прослеживаться. И это были специальные бригады, которые не формировались. Я сегодня здесь, завтра там, послезавтра там. И это не было прихотью там кого-то. Я Иванову отправил здесь, Петрову туда. То есть, это были более-менее такие уже устоявшиеся группы, когда люди понимали, за что они отвечают. Определенная агитационная работа проводилась. Плюс, естественно, что колхоз брал на себя какое-то обязательство в плане того, что пока человек занят на дорожном строительстве, кто-то за него вот эти вот человека дни на колхозном фронте отрабатывает. Это не было так, что ты ушел, дорожное строительство отработало свое, пришел, и ты обязан еще и как колхозник отработать вот те дни, которых якобы ты там не был. Было такое перераспределение некоторых полномочий, когда часть работы человек, выполняющий там, за него в колхозе выполняли эту работу. В итоге получалось так, что человек не чувствует себя ущемленным. Разумеется, на строительстве дорог развернулось социалистическое соревнование. Ударников было много. Даже в альбомах, алистурирующих первую дорожную пятилетку, как минимум половина фотографий – портреты передовиков. Примечательно, что у молодежи и пожилых людей среди них практически поровну. Особо трудолюбивых регулярно чествовали и награждали. Причем подарки были не только ценными, но и продуманными. Республика получила 25 автомобилей грузовых, легковых и 25, по-моему, велосипедов. То есть велосипеды, естественно, шли на поощрение того, чтобы его отдать конкретному человеку. Он не оставался где-то. В итоге, на тот момент, велосипед – это достаточно такая роскошная вещь. И получить перед всеми велосипед – это все-таки дорогого стоит. Потому что могло быть так, что человек, владеющий велосипедом, он один не только у себя в деревне или в селе. Он мог быть один на большую такую сельскую местность. Это дополнительный стимул, когда человека просто вот визуально его показывают. Мало того, что он еще перед всеми это получает, его видят большое количество людей. Это ведь тоже определенный момент гордости для человека и для его семьи. Так он еще и этим инструментом, пальтом постоянно пользуется, обеспечивая самому себе же проезд по дороге, которую он строил. Рассказ об участниках дорожного строительства будет неполным, если не упомянуть еще одну категорию работников. В прошлых сезонах программы «След в истории» нам приходилось слышать от краеведов страшные истории, что по стройной дороге чуть ли не на костях заключенных – жертв сталинского режима, которых массово привлекали в качестве бесплатной рабсилы. Однако это утверждение не соответствует действительности. Чувашия в этом плане, она в систему ГУЛАГа не входила, и крупных лагерей НКВД у нас на территории не было. Плюс надо еще понимать, что труд заключенного, он все-таки принудительный, и он не дает того эффекта, как добровольный труд. Все-таки у нас с 1929 по 1935 годы в Чувашии в основном это добровольное дорожное строительство. Когда заключенных, причем надо еще раз понимать, что это заключенные заключенным рознь. Есть так называемые политические заключенные, которых сажали по статьям, которые уже запрещают привлекать этих людей к каким-либо другим работам. Это политический заключенный должен сидеть. Либо он работает внутри конкретно лагеря. Были крестьяне, которые были осуждены за какие-то мелкие прегрешения, за то, что там он хлеба чего-то лишнего позаимствовал и прочее. Это с начала 20-х годов и вплоть до начала 30-х годов для такой категории крестьян существовали поблажки, когда в принципе на период сельскохозяйственных работ их даже освобождали из мест заключения, разрешая вернуться под честное слово к себе на родину, выполнить вот эти сельскохозяйственные работы и потом уже вернуться обратно, отбывать наказание. Часть таких вполне могли отправлять на дорожное строительство. Поэтому назвать их буквально заключенными и что это используется в труд заключенных, наверное, проблематично. Точно так же, как он обрабатывая у себя колхозный участок или свой собственный участок, его сложно назвать заключенным, которого отправили на принудительные сельскохозяйственные работы. У него есть собственный интерес, потому что потом это будет доступно его семье. И в принципе не так много фактов, когда люди бежали, будучи вот такими отпущенными людьми, на работы к себе. 99% из них возвращалось. А вот что известно достоверно, так это то, что обратная связь с населением в те годы работала ничуть не хуже, чем сегодня. Неравнодушные граждане через газету высказывали свои предложения, замечания, критику. И это работало. У нас на страницах Совета Красной Чуваши и Чувашского края еще в 1923-1925 годах появлялись критические заметки по поводу дорожного строительства. Их как бы брали на карандаш и их учитывали. Достаточно привести такой простой пример, что в газете была опубликована заметка под фамилией Никифорова. Там, как правило, не указывалось, кто этот человек, что. И вот он, как раз характеризуя этот тракт Чебоксары-Канаш, написал, что вдоль тракта губятся березовые аллеи. Для того, чтобы его построить, их деревья вырубают. Вот власть отреагировала, и при дорожном строительстве 1929-1934 годов это очень учитывалось. Причем устанавливались, там были, надо сразу отметить, установлены нормативы, потому что какая ширина проезжей части для того или иного вида дорог. От полутора метров, если это леса местечковая, до 34 метров, когда это федеральная трасса, говоря современным языком. И вот это должны были соблюдать. Причем эти нормы еще были установлены с учетом Чувашии, ее густой населенности и достаточной узости изначально вот этих дорог. Поэтому вот общесоюзные, общероссийские нормы были еще более такие. У Чувашии их поправили. И вот надо отметить, что когда планировали вот это вот дорожное строительство, то одним из обязательных пунктов было сохранение лесополос вдоль дорог. И если их все-таки приходилось вырубать, то их должны были восстанавливать. Успехи Чувашии в дорожном строительстве были признаны на самом высоком уровне. А опыт организации работ рекомендован всем союзным республикам для тиражирования. Сама же Чувашия удостоилась Ордена Ленина в 1935 году. Но самой важной наградой для ее жителей стала масштабная дорожная сеть и, как следствие, развитие автомобильного транспорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok